Здравствуйте! Меня зовут Горецкий Александр. Я начинаю серию по обучению. И эта вторая часть, она очень важная, я считаю, ключевая. Почему? Потому что много людей на сегодняшний день имеют проблемы со здоровьем, а на самом деле не понимают, что происходит в их организме. Я не так давно посмотрел передачу и был просто шокирован тем, что телевизионную передачу о том, что во Франции уже принимают законодательно решение о том, чтобы родителей не называли мать-отец, а родитель один, родитель два. Это катастрофа человечества. И вот я хотел бы вам рассказать, почему это происходит, и дать рекомендации, как влиять и как исправлять проблемы, которые связаны с этим делом. Просто гомосексуализм заполонил Землю и заполоняет ее настолько, идет такими шагами, а на сегодняшний день никто не может объяснить. Я вам единственный, кто даст реальное объяснение проблемам гомосексуализма и нарушениям половой сферы, которые происходят у людей. Почему это происходит, вы сами поймете, что я вам дам реальное объяснение всем этим моментам. Потому что и парламенты уже, можно сказать, все только гомосексуалисты, в музыке все звезды сходят с ума, а почему они сходят с ума? Богатые люди, даже королевские династии уже подвержены этому влиянию. А объяснить никто не может. И на сегодняшний день, мало того, ученые начинают доказывать, что это чуть ли не ген гомосексуализма, чуть ли не, ну, что это норма в школе. Вместо того, чтобы рассказывать о нормальности, нормальных отношений половых между мужчинами и женщинами, сейчас в Европе, наоборот, рассказывают о том, что гомосексуальные отношения между мужчинами и между женщинами, это норма, это норма. Ну, они хотят просто констатировать факт и сделать это нормой. А почему это происходит, сам процесс, ну, никто, фактически до меня, вам, наверное, никто не объяснил. Я сейчас попытаюсь это сделать. Поэтому послушайте обязательно эту программу до конца, потому что будет много различных объяснений всем этим моментом. Первая проблема гомосексуализма, я бы сказал, то, что мужчины, например, занимаются гомосексуальными отношениями, закрыто зарождается еще с самого детства. Есть научно доказанные факты того, что, например, гельменты, паразиты, которые живут в организме человека, они, находясь в кишечнике, разражают слизистую оболочку. Человек начинает заниматься половой жизнью, к примеру, ну, там, 18 лет, так будем считать. Но к этому времени многие люди с детства самого уже были инфицированы вот этими вот гельментами, и паразиты, находясь в кишечнике, постоянно раздражали слизистую оболочку. Фактически, так очень грубо сказавши, дети, да и взрослые, не имея сексуальных отношений никаких, были подвержены сексуальному домогательству паразитов. Понимаете, да? Поэтому, как бы человек не хотел, он получал какое-то ощущение приятное, неприятное, он этого не понимал до определенного момента. Если такие раздражители у человека есть, то со временем девушки, например, имеют очень приятные ощущения при анальном сексе, может это еще не так страшно, а вот мужчинам, если такие ощущения были заложены, можно сказать, и отложены в мозг, эта информация о том, что где-то там что-то было, и эта информация является, как бы, приятным ощущением, то они становятся гоносексуалистами. В одной ситуации для женщин, может, я говорю, это не так страшно, а для мужчин это уже является определенной проблемой. Он может не получать других удовольствий, а удовольствие на протяжении жизни, 18 лет, он, например, имел с глистами, ну, вы представляете, что это изменить уже очень тяжело и исправить это очень тяжело. Поэтому вот вам причина. Поэтому я бы даю сразу совет всем, кто меня смотрит, особенно родителям, у кого есть дети, обратите на это внимание. Не сложно так взять даже обычные таблетки от гельментов, от паразитов, от глистов и протравить у детей, чтобы не иметь потом проблем с гомосексуальностью или вот с такими проблемами, как я вам говорил. Это одна причина, но она очень серьезная. Кто не верит, может найти литературу по научным разработкам в этой области. Это научно доказанные факты. Следующая причина будет намного серьезнее и намного глобальнее. И если это еще было доказано и научно подтверждено о том, что я говорил про гельменты, то, о чем я буду сейчас говорить, это является коммерческой тайной многих фирм и секретной информацией. Вы ее не найдете нигде, ни в учебниках, ни в литературе, нигде. Я вам просто объясню на примерах, жизненных примерах, как это происходит и что это такое. Давайте посмотрим на нашу жизнь и о том, о чем говорят ученые. Во-первых, что такое любовь? Что такое любовь? Объяснение этому слову дано сотни, может и тысяч, но давайте посмотрим с точки зрения ученых, как они это объясняют. У них очень простое объяснение. Любовь – это феромоны. Я как-то слышал про эти вещи, ну, как-то, ну, слышишь, ну, феромоны, что-то, что-то такое, да, какие-то непонятные вещи, которых нам, ну, может, кто-то понимает, кто-то нет. На самом деле, это у каждого человека должны вырабатываться такие вещества, которые, такая, как бы, жидкость, можно сказать, запах, который, он на самом деле считается без, неощутим на обоняние, то есть это не просто запах, который мы слышим, а те, это вещество, которое воспринимает мозг, он может быть вообще не иметь никакого запаха, и в большинстве случаев так оно и есть. Это аромат, который передается на расстоянии, или близком, или даже далеком расстоянии. Вы считаете, что, например, у животных вообще вот эти вот феромоны, они передаются на километры. Запах этот, это фантастическая вещь. Что это такое? И как оно работает? Мы думаем, что у нас это есть или нету, а никто не понимает, как это действует. Сейчас я вам объясню. И вы поймете, будьте шокированы тому, как это происходит. Давайте возьмем от животных. Посмотрим, как работает это у них. Мы думаем, что это нас не касается. На самом деле, животные и человек имеют фактически одинаковые некоторые функции и одинаковое действие. Возьмем, к примеру, то, что вы видите очень часто. Это, например, когда собаки бегают там стаями и одна за одной там десятки собак сбиваются в кучу, можно сказать, и бегают за сучкой. И что это происходит? Почему так? Опять же, за несколько километров кобель чувствует запах сучки, и к ней он бежит, вырывается от хозяина, бросает все, он не ест, не пьет несколько дней, ходит только следом с одной целью, больше ничего. Что же происходит? Почему так происходит? На самом деле, выключается мозг, выключаются все функции мозга. Блокируются. Есть запахи, есть ароматы, есть феромоны, которые блокируют функции мозга. Остается только одна функция, можно сказать, детородная. То есть, собаки должны выполнить свою функцию, а потом только уже заниматься другими своими делами. На период, когда мозг кобеля получил сигнал, что где-то есть какой-то предмет, который его притягивает, он бросает все и летит без памяти. Кто держит собак, они это знают. Это период непослушания, период, когда животные работают, их мозг только на инстинкт и больше ничего. Приведу второй пример, тоже жизненный. Многие из вас где-то были в деревне, где-то все летом и видели, когда пасут коров, например. И вот, если кто-то обращал внимание, если как определить корова, когда хочет к быку и вообще, например, бык может спокойно паситься в стаде, но плодотворяет корову только в тот период, когда у нее созревают яйцеклетки, когда у нее вот этот цикл и что происходит? Он не трогает ни одну корову тогда, когда это не нужно. Он ходит пасется, но в период, когда у нее созревают яйцеклетки и вот этот цикл облодотворения должен произойти, это нужно просто видеть. Все коровы, все стадо не только бык, а и женского пола все особи становятся лесбиянками или превращаются образно в быков. Они просто прыгают на эту корову. Почему это происходит? Потому что эта корова выбрасывает столько феромонов таких мощных и эти коровы они не могут не паситься, как это называется, не могут есть траву, они тоже не пьют, не едят, ничего не делают. Если эту корову не удалить из стада в этот день, то молока ни у кого из коров не будет, потому что они не будут есть в этот день. это настолько сильно, что фактически все коровы превращаются, можно сказать, в лесбияна. Вы можете это представить? Какая сила вот этих феромонов? А сейчас мы вернемся к человеку. Что вы думаете? У вас происходит это по-другому? Нет? Есть период созревания яйцеклетки у женщин и в этот период вырабатывается огромное количество феромонов. Человек может их слышать, не слышать, чувствовать, не чувствовать, но эти феромоны вырубают как рубильником мозг мужчин. Особенно есть ситуации, когда выключается мозг у тех кто является близким, а возможно просто кто находится рядом. И можете представить, особенно молодое наше поколение, у которого начинают гормональные вот эти вот всплески, вы считаете о том, что дети становятся неуправляемы, это вот период 14-16 лет, что это происходит? У них не было понятия о каких-то гормонах, феромонах, о влиянии на них этих вещей. Вы хотите управлять ребенком, а он находится под воздействием феромонах. Его мозг просто выключен. Вас для него не существует. Все, что вы ему советуете, делаете, на него кричите, бьете, что-то делали, это все бесполезно. Мозг его выключен. у него одна только мысль о том и о той, которая дала ему вот этот феромон, и он и спит, и видит, и мечтает только о той, кто излучает вот эти феромоны. Можете представить силу воздействия этих вещей. Поэтому многие влюбляются первое, первый этап, когда дети период начинают любить друг друга, но это вот как раз период полового созревания и у девочек, и у мальчиков. Это я вам рассказал о женских таких феромонах, но на самом деле мужчины тоже имеют свои феромоны. И их сила притяжения является точно такой же, как у женщин. проблема женских феромонов, она циклична, должна быть теоретически, но иногда сбои гормональные, они дают возможность производства феромонов в неограниченном количестве в любые циклы, а у мужчин фактически для того, чтобы приманивать садок, они производятся постоянно. И теперь давайте посмотрим проблему на сегодняшний браков, проблема познакомиться людям. Люди сидят дома перед компьютером, их феромоны никем не востребованы, плюс человек хочет познакомиться с кем-то. Он идет в ванну, смывает все свои феромоны и идет на свидание. Чистенький, без запаха, без ничего. И как вы думаете, у партнера, с которым человек хочет познакомиться, мозг отключится, и он влюбится в него? Нет. Поэтому у меня были такие ситуации, когда женщина мне рассказывала эту ситуацию, они говорят, вот елки зеленые, а у меня муж слесарем работает, я подхожу к нему, он такой потный, я прямо вот горой желания, все, бросай эти железки, немедленно в постель давай сексом заниматься. Муж да, бегу, сейчас только помоюсь, я же не буду таких грязный. Приходит чистый и никакого желания. Куда желание делать, я не могла понять, пока я не объяснил вот эти вот моменты. Поэтому опять же совет не отходя от кассы, если хотите завладеть сердцем, душой и мозгом партнеров, можете умыться перед свиданием, особенно первым, но займитесь хотя бы физической какой-то нагрузкой, побегайте на беговой дорожке, покрутите какой-нибудь велосипед, вспотеете хотя бы немножко, чтобы вышли ваши феромоны, они выходят вместе с потом тоже. И вот тогда идите только на свидание. Это моя просто практическая уже бесплатная вам рекомендация. Если этого не делать, ну, трудно вам будет завладеть сердцем другой половины. Это касается и мужчин, и женщин. Подумайте над тем, что я вам говорю. Если вы хотите реально, чтобы в вас влюбились, вот мой вам совет. Но это еще не все. Это только семечки по сравнению с тем, что я вам дальше буду рассказывать. Что происходит на сегодняшний день с индустрией феромонов. Вы думаете, и я вам рассказал, о самой природе и как это в природных условиях работает. А на самом деле ученые разработали систему и синтезировали вот эти вот феромоны и используют практически во многих отраслях народного хозяйства. Вы сейчас будете в шоке. Я думаю, что многие хоть и слышали о том, что есть феромоны, в секшопах их как бы продают для того, чтобы приманивать партнеров. Там женские, мужские, феромоны и это типа духов, которые совместно с феромонами действуют на мозг человека, точно так же выключают и дают сигналы подобные. Это химические вещества, но близко синтезированные для того, чтобы делать те же самые функции, о которых я говорил. Ну, теперь давайте представим ситуацию. Вы купили феромоны. например, женщина купила женские феромоны для себя и для того, чтобы приманивать мужчин. И эти феромоны, они имеют намного больший радиус действия. Если обычной феромоны достаточно было прикоснуться рукой, где-то потанцеваться и где-то просто на малом расстоянии приблизиться к человеку и ощутить силу вот этого воздействия, то на сегодняшний день феромоны, которые производятся промышленно, их радиус действия просто тоже очень большим. У животных, как я говорил, даже несколько километров. Вот представьте, что на сегодняшний день те феромоны, которые производят, они тоже действуют, ну, может, не километры, но достаточное расстояние. Вы считаете, что вы, когда наносите на себя вот эти вот духи с феромонами, вы считаете, что вы притягиваете того, кого хотите. На самом деле вы выключаете мозг у целого окружения это не просто заманка, не просто игрушка в ваших руках. Вы реально вырубили мозг у той категории людей, которые могут быть поддержаны или находиться рядом с вами. вот интересный факт. Что еще делается в индустрии феромону на сегодняшний день? Откройте поисковую систему сами, ради интереса, чтобы вы не думали, что я вас там обманываю, и вы можете посмотреть. Одежда, трусики, например, продают с феромонами уже для притягивания другого пола. Дезодоранты. А еще интереснее я вам скажу. Есть целые супермаркеты, бутики, которые называются. Вы даже не представляете, что там делают. Вы заходите туда с дамой сердца, хотите купить что-то. Там висят обычные половые тряпки, ну как эту половую тряпку продать за тысячи долларов? Нужно с чем-то привлечь. И вот там массово используются в этих бутиках феромоны. Сама одежда уже пропитана феромонами, и это объясняет то, что покупается все, что там лежит. Человек фактически из бутика не выходит без покупки. Ему все это нравится. У него просто вырубили мозг. Человек смотрит сам на себя в зеркало, и он не узнает. Ему вырубили, ему все нравится. А теперь представьте еще один момент. Да, мозг выключается. это научно доказано. Можете попробовать сами купить феромоны, посмотрите, это работает. А как включить? Где кнопка на включение мозгов? Выключить можно, а включить? Вот вам проблема. Еще одна проблема возникает в том, что нанесение на тело феромонов мужских, женских, прикосновения мужчин и женщин со своими искусственными и натуральными феромонами дает возможность перехода этих феромонов от мужчин к женщин, от женщин к мужчин, и человек является уже носителем обоих видов феромонов, то есть и мужских, и женских. Об этой проблеме никто раньше не говорил. То есть большинство людей на сегодняшний день, они подвержены искусственному нанесению на них феромонов или же они находятся под влиянием массового поражения феромонов вокруг них. Почему Франция на сегодняшний день подняла вопрос того, что вообще уже нужно изменить отношение детей к родителям и не называть их папа и мама? Да потому что семей, наверное, уже там скоро не останется нормальной ориентации, где родители разнополые. Почему? Потому что индустрия феромонов исходит из Франции. Франция была, есть и, наверное, будет столицей там, где производили и производят парфюмерию на весь мир. Лучшую парфюмерию. А чем она стала лучшей? Феромоном. для того, чтобы продать духи, его нужно нюхнуть, мозг выключился, мне это нравится. Вот так это работает. Поэтому настолько мы не знаем своих инстинктов и настолько мы подвержены влиянию того, что делают с нами без нашего ведома. Нас просто опускают в ту сферу, в которой мы, если бы мы это знали, мы бы этого не хотели. А мы не знаем этого. Вот вам проблема, почему в развитых странах, сильно развитых странах, гомосексуализм уже переходит все мыслимые, разумные пределы. это искусственное насилие над нами, феромонами. И чем дальше будет, тем хуже. Потому что эта индустрия, она работает. И ее остановить невозможно. Я вам дал рекомендацию, что вот это существует. У меня есть рецепт, как с этим бороться. Но это будет уже во второй платной части. Это из практики я вам расскажу, как можно побороться. Я знаю только один метод, который проверен, и как можно нейтрализовать вот эти феромоны, и как можно повоздействовать, чтобы человек открыл глаза. Другого метода, честно говоря, я сколько пробовал, всего не знаю. Мозг выключить можно, а включить мозг трудно. Поэтому я думаю, что вторая часть, в которой я вам расскажу, как можно включить мозг, будет вам очень интересно. Потому что на сегодняшний день каждый человек каждому человеку я бы сказал так сделали приворот помимо его воли. Вам нравится сейчас возможно то, чего вы не хотите и вы находитесь под влиянием феромонов, которые вам просто кто-то где-то искусственно дает. Вот что я вам хотел сказать. Потому что смотревши на то безобразие, которое происходит с нашей промышленностью, с нашим можно сказать воздействием некоторых компаний, которые действуют может быть во благо, користность целей, которые они преследуют, она очень даже объясняет, что вроде бы это и хорошо, когда человек не имеет возможности с кем-то познакомиться, но нанес на себя феромоны, у человека отвисла челюстью, летит и слюна течет и уже всего хочет, а до этого ничего не было. Поэтому, может быть, в каких-то ситуациях это нужно, да, это прогресс, но каждый прогресс влечет за собой где-то передозировку, а где-то воздействие насильное, когда человеку это не нравится, он этого не хочет, а сделать с этим ничего не может. Поэтому много людей на сегодняшний день имеют психические, психологические проблемы, и вы даже не знаете или не знали, откуда растут ноги у этих заболеваний. Почему я первоначально вам рассказывал просто как бы проблемах, на самом деле это уже перерастает в психические, психологические проблемы, когда люди не понимая, что происходит с ними, не могут объяснить и не могут повоздействовать, что происходит с теми же детьми, почему они на сегодняшний день бросаются друг на друга, девочки на девочек, парни на парней, потому что это феромоны, бесконтрольное использование, безмозгное использование, я бы даже сказал, вот этих вот вещей приводит к последствиям, когда люди становятся одно неуправляемыми, второе психически ненормальными, и третье больными, потому что это тоже является своего рода заболевание, которое потом невозможно ничем вылечить. Рецепт я только один знаю, который действенный, но он тоже непростой, с ним нужно тоже работать, поэтому есть моменты в жизни, вот вам привороты, отвороты, поэтому интересные вот такие моменты я вам рассказал, а вы можете эту информацию воспринять как хотите, но это реально правда, это реальность наша настолько страшная, что я вам скажу, что стоит над этим задуматься. Спасибо за внимание, до свидания, до следующей передачи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова